Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своих пустых баночках за август. Начну, как обычно, с ухода за волосами. Закончилась у меня уже не знаю какая по счету упаковка сухого шампуня стайлист ультим от компании шварцкопф. Я этот сухой шампунь просто обожаю. Он работает не хуже батиста, при этом стоит рублей так на 200 дешевле. В Петербурге он продается и в подружках, и в ревгошах. Я думаю, в любом супермаркете можно его найти. Цена колеблется от 350 до 420, например, рублей. Потрясающий сухой шампунь. Он действительно делает волосы визуально чистыми. Он придает им объем, небольшую укладку. Я просто его обожаю. А в магазинах фикс прайс недавно стайлист ультим появился по цене в 99 рублей. Мне об этом писали в комментариях, да я и сама зашла как-то раз в фикс прайс. У меня просто глаза на лоб полезли от такой щедрости невиданной. Разумеется, я купила себе сразу 4 банки. Буду и дальше приобретать стайлист ультим, потому что он хороший и качественный. На темных волосах, я слышала, он может оставлять налет, но у меня волосы светлые, я никакого налета не вижу. Супер штука, приятный аромат, не очень ядреный. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Я уже к нему привыкла. Просто обожаю. Классная вещь. Стоит абсолютно всех денег, которые вы за него заплатите. А следующее средство по уходу за волосами закончилось у моего мужа. Это гель для волос, моделирующий от компании Фиберлик. Объемчик у этого геля 100 мл. Цена в каталоге 169 рублей. Мужу очень понравилось это средство. Оно хорошо укладывает волосы, они действительно неплохо держат укладку. При этом с этим гелем довольно сложно переборщить. К ним очень удобно и легко приноравливаться. Средство хорошее, хорошо вычесывается из волос. Волосы не пачкает, не утяжеляет. Здесь заявлено на упаковке, что этот гель, точнее, что с этим гелем волосы не рассыпаются и сохраняют форму в любую погоду. Вот здесь, к сожалению, компания Фиберлик немного слукавила. Если вы попадете под дождь, и у вас волосы уложены этим гелем, то от прически ничегошеньки не останется. Мужу хватило такой упаковки на несколько месяцев. У него волосы, разумеется, короткие, и нужно совсем чуть-чуть этого геля, чтобы они держали форму целый день. Я уже купила новую такую упаковочку. Муж остался доволен. В общем, стоит этот гель чуть подороже, чем гель для укладки ТАВ в три погоды, но мужу он понравился больше. Так что буду брать теперь только его. В общем-то, с волосами все. Не удивляйтесь, что так мало. В следующем месяце у меня заканчивается просто гора шампуней, масок и ополаскиватель для волос. Поэтому разговор о волосах в следующем видео о пустых баночках уже в сентябре будет очень-очень длинный. Переходим к уходу за телом. Закончилась у меня... Точнее, как закончилась? Она не закончилась. Это пена для ванн мандарины белой жасмин от компании Avon. Я ее использовала не по прямому назначению, а в качестве жидкого мыла для мытья рук. Мне понравилось. Приятный аромат. Я не знаю, есть он сейчас в каталогах или нет, но он просто потрясающий, могу спокойно его рекомендовать. Действительно, аромат и цитрусовый, и цветочный, такой немного зеленый. Если использовать эту пену как пену по прямому назначению, то она будет очень экономичная, потому что средство густое. Очень долго пена будет оставаться, она не исчезает, когда ваша ванна наполняется. Приятный аромат, и кожу эта ванна с этой пеной сушить вам не будет. Кто-то использует такие пены, как гель для душа, либо же как жидкое мыло для рук. Я использую как мыло для рук. Мне, честно говоря, понравилось. У меня еще, наверное, полбанки в использовании. Руки не сушит, прекрасно пенится, прекрасно их очищает, и остается на руках легкий нежный аромат. Конечно, покупать такую пену и пользоваться ею как жидким мылом для рук, это немножечко, как мне кажется, неэкономично. Все-таки такая пена стоит в среднем 150 рублей за объем в пол-литра. Но, с другой стороны, средство получается очень экономичным, хватит надолго такого объема. Огромная линейка ароматов, периодически какие-то акции у Avon. Так что смотрите сами, но в любом случае эту пену, эту и какие-то другие, я могу вам рекомендовать. Но я думаю, кто хотел, уже давным-давно их попробовал. А далее закончились у меня три геля для душа, и все три от компании Фаберли. Два геля из серии Оранжерея, Роза и Сандал, и Пион и Лилия. По своим качествам эти гели хорошие. Они достаточно густые, экономичные, хорошо пенятся, прекрасно очищают кожу. Кожу не сушат, по крайней мере, мою и кожу моего мужа. Что еще о них можно сказать? Ароматы не очень яркие, на теле, к сожалению, они не остаются. Что касается самих непосредственно ароматов, то Роза и Сандал – это мой фаворит. Это, наверное, один из двух любимых моих гелей для душа в компании Фаберли. Потрясающий аромат, никакой розы явной здесь нет. Здесь такая восточная роза, такая чувственная, очень приятный аромат. Жалко, что он на теле не держится, и нет таких духов. Этот гель мне безумно понравился. Я буду его приобретать еще. Надеюсь, из каталога в ближайшее время он не выйдет, потому что у меня запасы гелей довольно большие. Что касается второго геля, я не приобрету его никогда в жизни. Это ужасный аромат. Он мне не понравился, как только я его приобрела, открыла и понюхала. Аромат странный, неприятный. Вроде бы лилия, но она какая-то неправильная лилия. Аромат нет. На любителя, конечно, на любой аромат найдется тот, кому он понравится. Но я таким любителем точно не стала. Я этот гель, дабы не выливать, отдала своему мужу. Ему, по сути, без разницы, чем мыться. Лишь бы пенилась и хорошо очищала кожу. Конечно, он без особой радости использовал. Но спасибо ему большое. Все-таки добил эту баночку. Объем здесь, кстати, 200 мл. Цена в каталогах, например, по какой-либо акции, где-то 79, по-моему, рублей. Нормальная цена для неплохих геля. Со скидкой представителей еще и дешевле они выходят. В общем, вы поняли, да, что розовый сандал я куплю, а второе средство пионы лилию не куплю никогда. И всю линейку эту я пробовать даже не хочу. Что касается третьего геля, он из другой серии. Это серия Витамания. Недавно появилась такая новиночка. Мне этот гель не понравился по аромату. Здесь заявлен аромат клюква и земляника. По факту пахнет плодово-ягодными карамельками. Просто карамельками. Такую одушку, я не знаю, любой производитель может придумать и не городить огород. Вот серьезно. Потому что, ну, серьезно, ну, никакой. Просто никакой аромат. Недавно слышала тоже негативный отзыв на это средство. Аромат мало кому понравился. Хотя мне в комментариях писали, что у кого-то этот аромат на теле держался достаточно долго. И девушке он очень понравился. Но я уж не знаю, либо мы настолько все разные, либо у Фаберли, как обычно, разные партии с разным наполнением. Я точно больше не приобрету ничего из этой линейки, потому что аромат не зацепил. Опять же, эту баночку добивал мой муж. Он к этому гелю отнесся достаточно лояльно. Ему этот гель понравился, понятное дело, больше, чем пионы лилия. По качествам гель абсолютно такой же, как два предыдущих. Хорошо пенится, достаточно экономичный, густой, приятный. Аромат, кстати, у него менее такой яркий, чем у предыдущих. Ну и, разумеется, ни на теле, ни в помещении ванной комнаты он не остается. Не хочу я больше пробовать эту линейку, витаманию. Не зацепила, не заинтересовала. Далее. Скраб для тела у меня закончился. Вот такой. Это лимонник Агафьи, скраб для тела, лимонник на сахаре, антицеллюлитное народное средство. Но этим скрабом я скрабировала верхнюю половину тела, где целлюлита у меня нет и никогда не было. Только лишь потому, что этот скраб очень-очень мягкий. Это не скраб, это пилинг. Вот вы можете видеть, такая гелеобразная база. Натуральные частички скрабирующие, но они мягкие и их достаточно мало. Получается не скрабирование, а такой полирующий, пилингующий эффект и не более. Большой достаточно здесь объем, 300, по-моему, миллилитров. Если я ничего не путаю, да, 300 миллилитров. Мне хватило надолго. Не могу сказать, что пойду и приобрету это средство еще раз. Но аромат был приятный и было интересно попробовать. Но я люблю скрабы пожестче. Далее закончились у меня два средства для тела. Оба они от чистой линии. Аквасыворотка и молочко. Я думаю, про аквасыворотку говорить много не нужно. Мне кажется, ее попробовали уже все, кто хотел. Это далеко не новинка на рынке. Потрясающая вещь. Приятная консистенция. Быстрое средство впитывается. Не оставляет пленки, не оставляет неприятных ощущений. Имеет приятный аромат здесь сок клубники и фитоэкстракт листьев мелисы. Аромат не трансформируется, не надоедает. Очень летний, очень приятный продукт. Мне увлажнений от данной аквасыворотки хватало на лето более чем. Но на холодное время года, конечно, будет недостаточно. Ну, мне, по крайней мере. У меня кожа не сухая. Аромат шикарный. Буду ли повторять, пока не знаю. Причина лишь в том, что у меня кремов для тела достаточно много. И складировать их, и еще покупать нет никакого желания. Когда запасы под разгребу, тогда уже буду думать, брать ее или нет. Что касается молочка для тела, по своим свойствам оно такое же, как аквасыворотка. Тоже хорошо впитывается, не оставляет никакой пленки. Аромат здесь заявлен. Точнее, не аромат. Вот здесь сок облепиховых ягод и фитоэкстракт брусники. И кажется, что аромат должен быть облепиховый. Но это вовсе не облепиха, как у натуры Сибирики. Это, опять же, это просто какие-то сладенькие карамельки. Чем-то мне аромат этого молочка напоминает серию облепиховых средств от Фаберлик. Кто пробовал те средства, вы знаете, как они пахнут. Вот это молочко пахнет так же. Приятное, действительно неплохо увлажняет, неплохо питает кожу. Но на холодное время года для меня будет слабовато. Если выбирать между ними, то я скорее куплю аквасыворотку. Этот аромат мне нравится и мне не надоедает. А этот аромат, он для меня оказался не таким интересным. И это молочко второй раз я не приобрету. Только из-за аромата. По свойствам они хороши и абсолютно идентичны. Так, что еще у меня закончилось средство для ежедневной интимной гигиены с молочной кислотой от компании Фаберлик. Серия Эксперт Фарма. Я очень люблю это средство. Оно очень приятное. У него довольно яркий аромат. Цветочный. Очень приятное средство. Как вы можете видеть, я такого мутно-белого цвета. Оно очень хорошо пенится. Из-за чего оно очень экономичное. Объемов 200 мл мне хватило на 2,5 месяца. В каталогах стоит это средство в районе 230 рублей. Я считаю, что это адекватная цена для этого интимного геля. Пенится прекрасно. Маленькая горошинка, ну или чуть больше горошинки, размыливается в приятнейшую муссовую пену. Средство не сушит кожу, не вызывает раздражения, никаких неприятных ощущений, не щипит. Все отлично. Да, мне как-то раз написали, что оно у кого-то из девочек вызвало молочницу. Я про это ничего сказать не могу. У меня таких проблем с этим средством не было. Разумеется, все мы разные. Так что смотрите сами, но я обязательно приобрету это средство тогда, когда у меня закончатся запасы моего арифлеймовского феминеля. Последнее средство по уходу за телом, которое я вам покажу, это дезодорант-антиперспирант от марки Деоника мужской. Природная защита. Действие 48 часов. Мужу этот дезодорант не очень понравился, потому что он работает только на прохладное время года, и если человек не нервничает. Если на улице жарко, или если, например, температурные какие-то перепады резкие, тёплый трамвай, холодная улица, тёплое метро, холодная улица, он не будет работать. На жару он не работает. Он оставляет белые пятна. Он слабый. Ни о каких 48 часах речи, конечно же, не идёт. Второй раз я мужу это средство точно не приобрету. Что касается аромата, аромат обычный, мужской. Ничего особенного. Видали мы и поинтереснее. Было, конечно, интересно попробовать новая марка, но нет, не зацепила, и повторять эту покупку я не стану. Переходим к уходу за лицом. Была у меня вот такая пенка для умывания лица от компании Формула Преображения. Я этой пенкой смывала макияж. Для меня это всегда средство было дорожное. Здесь маленький объём 75 миллилитров, и когда-то оно на аптечном сайте стоило достаточно бюджетно. При этом со своими функциями пенка справляется на ура. Действительно, она потрясающе смывает макияж. Приятно пахнет, никаких проблем, кожа очищенная, всё замечательно. Покупала специально, чтобы взять в отпуск, но в итоге взяла другое средство, а этим пользовалась дома. Кстати, это уже не первая моя баночка. Но ещё раз я это средство приобретать не стану, только лишь потому, что на сайте аптека.ру оно стало стоить, как мне кажется, слишком дорого. Оно там стоит 85 рублей, ну как-то не соответствует цена объёму, и можно найти кучу аналогов. Так что нет, ещё раз не приобрету. Но вообще вещь неплохая, кожу не сушила, не пересушивала. С глаз я косметику этой пенкой не смывала. Здесь нам обещают антиоксидантное, противовоспалительное, тонизирующее действие. Ну, сами понимаете, это просто средство для того, чтобы умыться. И не более ни о каком противовоспалительном действии речь здесь не шла. Очень жаль, я на это когда-то рассчитывала, когда покупала это средство в первый раз. А потом брала исключительно для снятия макияжа в дорогу. Ну, всё. Эту историю с этой пенкой я закрываю. Следующее средство для умывания. Это гиалуроновая пенка от компании Новосвит для снятия макияжа и BB крема. Опять же, покупала на аптечном сайте. Рублей так за 130 или что-то в этом духе. Объём у этой пенки 160 мл. Она достаточно экономичная. Мне её хватило на несколько месяцев. Поначалу я этой пенкой просто умывалась. По утрам. А потом решила, почему бы не попробовать снять ею макияж. Изначально ведь она именно для этого заявлена. Но, честно скажу, с макияжем она справляется где-то на четвёрочку. Ну, по моим личным ощущениям, всё равно я после и этой пенки, и после этой пенки я всё равно кожу доочищаю. И неважно, хорошо средство справляется со снятием макияжа или нет. Потом я беру другой гель и прохожусь повторно. Ну, я думаю, вы смотрели моё видео о том, как я ухаживаю за лицом. Ничего в этом вопросе не изменилось. Пенка, я бы не сказала, что она густая. Она достаточно жидкая. Расход у неё большой. Для утреннего умывания двух нажатий на помпу достаточно. Но, чтобы снять макияж, всё-таки нужно было её побольше. Поэтому она быстро разлетелась за где-то полмесяца. А так я ей пользовалась долго, именно когда умывалась утром. Второй раз покупать не буду. Найду что-нибудь поинтереснее, что-нибудь, может, посущественнее. Да и вообще смывать макияж именно пенками в таком формате мне не нравится. Мне больше нравится вот такого плана средства. По утрам я умывалась вот таким гелем ромашковым. Как видите, он ещё не закончился. Здесь на два или три дня ещё осталось. Но я не хочу, чтобы эта банка целый месяц лежала у меня в коробке. Вдруг я забуду, что этот гель делает. Хотя, на самом деле, сказать, что он что-то особое делает, я не могу. Да, производитель эта компания Весна. Такие гели у этой марки представлены четыре. Ромашковый с огурцом на целебных травках и дегтярный. Все эти гели друг от друга отличаются исключительно ароматом. По действию они абсолютно одинаковые. Они хорошо пенятся, они хорошо очищают кожу, при этом они её не сушат. Они не очень хорошо смываются мягкой питерской водичкой. Но, тем не менее, все четыре мне понравились. Но если бы я выбирала из них тот, который куплю ещё раз, я бы взяла ромашковый из-за аромата. Здесь аромат самый-самый приятный. Но ещё дегтярный взяла бы, потому что я ненормальный человек, и мне нравится аромат дёгтя. Хотя он периодически, этот аромат, остаётся на волосах, и это не совсем хорошо. Этот же аромат просто потрясающий, нежный, симпатичный такой. Да, эту пенку, точнее, этот гель я бы приобрела. Но у нас в Петербурге я эту марку встречала только в магазинах Южный двор. Южный двор – это несколько точек, которые очень далеко от моего дома и далеко от тех мест, где я чаще всего бываю. Если вдруг меня туда занесёт, и у меня закончатся мои многочисленные гели, я его приобрету. Если нет, то не знаю. Может быть, года через два я бы повторила эту покупку. Не раньше, потому что средств много. Да, сейчас моя задача, моя цель, моя идея – это разгребсти свои завалы и не покупать новые средства. Ну, получится у меня это или нет, я пока что не знаю. Посмотрим. Так, что ещё, что ещё? В самом начале месяца у меня закончилась вот такая пенка от марки Shine 3. Это пенка корейская с оливой. Мягкий оливковый гель, да, даже гель для умывания в объёме 12 мл. Но это только написано, что гель на самом деле – это классическая пенка. Маленькая горошина, размыливается в огромную шапку пены. Вы наносите это средство на лицо, кожа очищена до скрипа, она немного подсушена, даже не немного, а много подсушена. После этого средства обязательно нужно наносить что-то ещё. Но как хорошо эта пенка очищает кожу, какая она экономичная. Потрясающая вещь. Это у меня вторая упаковка, есть в запасе ещё одна. И вот это средство я бы повторила. Прекрасный дорожный вариант кожи в поездках, в таких поездках, куда я езжу, когда постоянно поезда, пыль, грязь, после таких не очень хороших условий эта пенка кожу очищает и никаких с лицом проблем. Так что да, вот эта вещь в моём арсенале должна быть всегда. Просто для умывания дома. Она меня не устраивает, потому что, как и любая корейская пенка, очень плохо смывается мягкой водой. Да, и если попадёт в глаза, будет просто дико щипать. Так что будьте аккуратны. Продается в магазинах подружка, стоит 79 рублей. За такое качество просто копейки. У моего мужа закончился очищающий гель для умывания снимом от компании Himalaya Herbal. Хороший гель. Я таким гелем тоже пользовалась, но всегда покупала маленькие дорожные миниатюрки и использовала исключительно в поездках. Но появилась у меня вот такая огромная упаковка. Здесь 150 мл. Я отдала её мужу, потому что для меня гель немножечко слишком сушащий. Он действительно сушит кожу, даже мужскую, более жирную кожу. Это заметил мой муж. После этого геля нужно было обязательно наносить какой-то крем. А мой муж очень не любит что-то на себя намазывать. Никак не могу его к этому приучить. Но этот гель его приучил, ему пришлось. Потому что ложиться спать или утром идти на работу, когда лицо похоже на урюк, это, конечно, неприятно. Этот гель подходит для проблемной кожи. И вот действительно хорошо её очищает. Никаких проблем, никаких высыпаний на лице у мужа не было. Но я не знаю, буду ли покупать или нет. Потому что есть средства более интересные, которые работают точно так же, при этом кожу так дико не пересушивают. Так, что ещё? Блядь, у меня собаки тут храпят и хрюкают. Ужас, не знаю, что с ними делать. Но выгонять, извините, выгонять не буду. Они обижаются на меня за это. Закончился у меня освежающий тоник. Точнее, как закончился, я его просто перелила в другую упаковку с помпой, которую купила в магазине FixPrice. Этим тоником я сейчас пользуюсь. Он мне нравится. Это компания Черный жемчуг. Тоник для нормальной комбинированной кожи. Мягко удаляет остатки загрязнений, дарит свежесть, не оставляет липкости и стянутости. С этим я соглашусь. Действительно, никакой липкости, никакой стянутости. Я пару раз забывала, что мне нужно наносить крем. Тоником протерла лицо, забегалась. И потом думаю, а наносила я крем или нет. Потому что лицо чувствует себя хорошо. Моя кожа не стянутая, все нормально. Аромат у этого тоника не очень приятный, как и у всей серии. Такой своеобразный. И этот тоник содержит небольшое количество спирта. Здесь его меньше 1%, но он все-таки здесь есть. Для меня это не проблема, но кому-то это может не понравиться. Не знаю, буду ли я повторять этот тоник или нет. Но если вдруг ничего более интересного не найду, то почему бы и не повторить. Закончился у меня крем-флюид для лица от компании New Lacti Milk. Сияние и молодость кожи. На самом деле, лето это не лучшее время для этого крема-флюида. Несмотря на то, что он называется флюид, он имеет довольно плотную текстуру. Довольно питательный по своим качествам. Вот такой крем. Он приятно пахнет. Он неплохо впитывается. Но он не матирует. Блестит на лице. И я его на лице ощущаю. Мне это неприятно. Я люблю более легкие средства на теплое время года. Возможно, он подошел бы тем, у кого сухая кожа. Хотя здесь заявлено, что для всех типов. У кого сухая, у кого нормальная кожа на лето. А мне он подошел бы на холодное время года, если бы не одно «но». Если бы он не закупоривал мне поры. У меня кожа проблемная. И от таких кремов, от которых я не вижу пользы, а вижу только вред, я стараюсь побыстрее избавиться. Этот крем я извела на шею. Для шеи он был вполне неплох. Но на лицо нет. Ни его, ни его собрата, который у меня еще не закончился. Крем питательный для лица. Я на лицо наносить не буду. Только на шею. И второй раз я, разумеется, не куплю. Хотя цена бюджетная. И не всем он закупоривает поры. Я знаю, что есть девочки, кому этот крем понравился. Но учитывайте, что флюид – это просто слово на упаковке. На самом деле крем не такой легкий, как должен был бы быть. Так, что-то я заговорилась. Так, что еще у меня здесь есть? Есть вот такая мицеллярная вода для снятия макияжа Bon Voyage от марки L'Etoile. Когда-то я часто покупала эту водичку, брала ее с собой в путешествия. Пыталась снимать ею макияж с глаз, с лица я мицеллярными водами макияж не убираю. И год назад, и два года назад эта мицеллярная вода плохо справлялась с цветными тушами. Но я почему-то продолжала маниакально ее приобретать. В этом году мне просто надоело. Надоело, что она не работает с моей синей тушью от DIVAGE. Я возила с собой такую упаковку в отпуск и пользовалась ею буквально пару раз. Плохо убирает тушь. Остаются пятна, нужно несколько ватных дисков. Попадает в глаза чуть-чуть, пощипывает, но это не критично. И как-то раз мне так было лень возиться с этой мицелляркой, что я просто смыла макияж с глаз средством, которым я умывалась и которое для глаз вообще-то не подходит. Оно справилось, никаких проблем не было. Но, в общем, я пришла к выводу, что эту мицеллярку я больше не приобрету. Хватит. Вот, наигралась. Сколько ж можно. Мицеллярки это вообще не мое. Дома я их использую для того, чтобы убирать консилер, который я наношу под глаза. Когда я смываю макияж с глаз, я беру гидрофильный гель от Hada Labo. Он справляется великолепно. А мицеллярками ни для лица, ни для глаз я больше пользоваться не хочу. Только смывать консилер и все. Так, что еще? Последнее, что хочу вам показать в категории уход за лицом, это вот такая маска тканевая от компании Dermal с огурцом. Нам здесь обещают увлажнение. Что еще? Отбеливание, разглаживание морщин, осветление веснушек, успокаивает кожу, оздоравливает, смягчает. Ну, разумеется, с одного раза я ничего понять так и не смогла. Но маска мне это не понравилась. Да, у нее приятный аромат, все нормально, но я эту маску снимаю. Я чувствую увлажнение, даже небольшой лифтинг. Но я блещу, как блин на масленицу. Вот мне неприятно. Ее не надо смывать. Я вот хожу, целый вечер хожу и блещу. Не нравятся мне такие эффекты. Кстати, я, может, чего-то не понимаю. Может быть, после таких масок нужно крем какой-то наносить или еще что-то. Подскажите, пожалуйста, те, кто эти маски любит и периодически их использует. Я, видимо, из деревни недавно приехала, да. Поэтому ничего не знаю. Да, хотела бы вам показать, кстати, лекалы этой маски. Вот такое оно. Посмотрите. Оно такое широкое. Ну, на азиатское лицо, видимо, сделано. Потому что у европеек все-таки лица более вытянутые. Не у всех, конечно, но у многих. И хотелось бы, разумеется, чтобы некоторая часть маски заходила еще и на шею. На подбородок немного хватает, но все-таки маловато. И, опять же, вопрос к девочкам, которые часто пользуются такими масками. Вот эти вот штучки, они зачем и что с ними делать? Вот я накладываю маску. Мне их опустить и прижать, чтобы они питали область под глазами. Либо же мне закрыть глаза и положить вот эти лепесточки сверху. Я так и не поняла, что с ними делать. Ну, в общем, да. Вот такая масочка. Только второй раз я именно эту с огурцом не куплю. И вообще мне пора, по-моему, завязывать с этими масками. Сколько хороших отзывов на тряпичные вот эти маски. А я до сих пор не могу приноровиться и понять, нужны ли мне они вообще. Далее расскажу вам о средствах по уходу за руками. Закончилось у меня мыло для кухни, устраняющее запахи от компании Фаберлик. Оно было с цветочным ароматом орхидеи. Аромат мне понравился. Он приятный, нежный, действительно цветочный. Мыло кремовое. Руки оно не сушило. Но, честно говоря, мне оно не очень понравилось. Запахи неприятные с рук оно удаляло не с первого раза. А жир, после того, как я, например, делала котлеты, удалялся раза, наверное, только с третьего. Это, конечно, минус. В ближайшее время, в ближайший год-полтора я мыло для кухни специальное покупать не буду. У меня большой склад разных гелей для душа, в том числе тех, которые я по прямому назначению использовать не собираюсь. Я буду их переливать. Например, вот в эту упаковочку ее можно помыть и оставить. Удобная, кстати говоря, здесь помпа. И буду пользоваться на кухне обычными гелями с какими-нибудь яркими, приятными ароматами. Ну, а специальные нет, пока не буду покупать. Но могу посоветовать. Мыло неплохое. Мне кажется, все такого рода средства от Фаберлик с первого раза с запахами не справляются. По крайней мере, те, что у меня были, они все только со второго, с третьего раза убирали запахи от мяса, либо же рыбы. Вот так. Далее. Что у меня закончилось? Жидкость для снятия лака. Я уже не знаю, в какой раз буду вам о ней рассказывать. Это мечта. Это жидкость с ацетоном. Мне она нужна для коррекции маникюра и для того, чтобы снимать лак с ногтей на ногах. Ну, в общем-то, и все. Экономично, недорого. Мне нравится мечта именно в стекле. Такая симпатичная, устойчивая баночка. Объем здесь 110 мл. Но обычно такая мечта продается именно стеклянная в Ашане. Да, Ашан, я доеду не скоро. Так что пока придется перебиваться мечтой в пластиковых баночках. Также у меня закончилась жидкость без ацетона. Это Эконто. Покупала в пятерочке. По-моему, она там 35 рублей стоит или что-то около того. Обычная, абсолютно обычная жидкость. Ласку я люблю намного больше. Это мне не понравилось только ароматом. По качеству она такая же, как ласка. Не сушит ногти, не сушит кутикулу. Хорошо смывает кремовые лаки. С глиттерными лаками нужно повозиться. Но в любом случае средство работает. Специально за ним я не пойду. Но если вдруг будет срочно нужно что-то купить, то пятерочка рядом с домом. А до окея, где продается ласка, еще пилить и пилить. Ой, кстати, забыла вам показать еще такой крем для рук. Закончился у моего мужа. Это белорусская компания Floralis. Крем защитный с пчелиным воском и витаминами АЕФ. Называется он «Целую ваши ручки». Приятный крем. Он действительно неплохой. Он хорошо защищает кожу. Подходит на холодное время года. Довольно питательный. При этом он быстро впитывается. Ну, если, конечно, с ним не переборщить. У меня кремов много. Ну, эту баночку, которая мне на самом деле не очень-то была интересна, я отдала своему мужу. Я уже покупала такие кремы, но в маленьких тюбиках по 25 мл. Это была хорошая дорожная версия. Либо же неплохо было носить такой крем в сумочке. Как сумочный вариант меня этот крем устроит, но только в маленьком объеме. Из недостатков я не знаю, где в свободной продаже можно купить этот крем. Но он мне понравился. Конечно, не на лето, потому что тяжеловат на зиму, но действительно неплохо работает. Для ног у меня закончились два крема. Точнее, один крем в двух экземплярах. Это крем от компании Avon серия «Планета Спа». Называется он «Сокровище Бразилии». Подходит не только для ног, но и для рук. Но я его мазала на ноги. Объем 75 мл. Каталога под руками, к сожалению, нет. Поэтому я не знаю, сколько он там стоит и продается ли он сейчас вообще. Но сама серия «Сокровища Бразилии» до сих пор в каталогах представлена. Крем этот мне абсолютно не понравился. Он не очень хорошо впитывался. Ну, конечно, может, я постоянно перебарщивала с этим кремом. Я не люблю наносить чуть-чуть. Я нанесу так нанесу, может, из-за этого. Но он впитывался долго. Я надевала сверху носочки. И утром я просыпаюсь, и у меня как будто влажные ноги. У меня влажные эти носочки. Мне это все было очень-очень неприятно. Но, тем не менее, крем я этот добила, потому что было жалко выбрасывать. Это все-таки не серия «Фудворкс». Эти кремы стоят подороже. Приятнейший аромат, приятный фиолетовый цвет. Формально этот крем должен был смягчать кутикулу и эффективно увлажнять кожу. Про кутикулу ничего не скажу. Я не заметила, чтобы что-то там смягчалось. Увлажнение было, но не очень сильное. Под носочки мне этот крем не понравился. Без носочков я уделала бы все постельное белье. Второй раз, третий, я это средство не приобрету. И даже если оно будет в наборе из пяти средств, я этот набор обойду стороной. Не осталось я довольна данным продуктом. Для рук не использовала. У меня достаточно кремов для рук. Ну, а для ног, в общем, проходной, абсолютно проходной крем. Далее хочу показать вам парфюмчик, который у меня закончился. Это Эвиденс Интенс, он от компании Ифраше. Мне этот парфюм понравился. Он довольно яркий, действительно интенсивный. Он очень такой сладковато-цветочный. И не совсем мне он нравился, чтобы я выходила с ним на улицу. Но он мне нравился, когда я его использовала по вечерам перед сном. Было очень приятно ложиться спать и ощущать вокруг себя облако этого аромата. Ноты, которые здесь заявлены, сейчас я вам скажу. Это Дамасская роза, Жасмин Гранди Флорум, Светлая Древесина и Пралине. Аромат относится к группе цветочных и выпущен был в 2013 году. Второй раз я этот аромат не приобрету. Я все-таки поклонник классического аромата, как явность. Но он тоже был интересный. Я думаю, стоит его протестировать, если он еще продается в бутиках. И уже решить, нужен он вам или нет. На ночь он был неплох, но днем мне бы с ним было не очень комфортно. А теперь давайте посмотрим, с какой декоративной косметикой я хочу попрощаться в августе. Начнем с того, что я избавляюсь от BB-крема от компании Maybelline. Этот BB-крем 8 в 1 уход с тонирующим эффектом. Подходит для нормальной сухой кожи и имеет оттенок светлый. В линейке, по-моему, представлено всего три оттенка. Уже несколько лет подряд я покупаю только этот светлый. На холодное время года он мне не подходит, так как темноват. Я очень светлокожая, но летом мне этот оттенок подходил и нравился до тех пор, пока я не нашла ему аналог, который покажу чуть позднее. Давайте посмотрим на этот BB-крем. У него очень приятная гелевая текстура. Можно видеть, что оттенок светлее, чем моя рука, но до такого состояния я не так часто, на самом деле, загораю. Он хорошо разносится. Его можно наносить даже без зеркала, никаких проблем. Никаких границ нанесения тона не видно. У BB-крема очень неприятный запах, но он всегда таким был, и я с этим уже смирилась и привыкла к нему. Почему избавляюсь и почему больше я этот BB-крем никогда не приобрету? Ну, во-первых, потому что нашла аналог, а во-вторых, именно эта версия, обновленная, работает хуже, чем старая. Хуже выравнивает тон лица, хуже перекрывает какие-то недостатки, точнее, вообще не перекрывает, нещадно блестит на лице. Это не такая большая проблема для тех, у кого сухая, либо же нормальная кожа. Но у меня кожа жирная, и этот блеск меня, честно говоря, всегда раздражал. Следующее средство, которое я вам покажу, оно тоже на лице блестит, но плюсы второго средства перекрывают все его минусы, а здесь плюсов уже нет. Одни недостатки. Давайте более подробно. Скрывает несовершенство? Нет. Наполняет сиянием? Сухую кожу, думаю, да, наполнить сиянием, для жирной это слишком. Придает гладкость? Да. Сливается с тоном кожи? Да. Увлажняет в течение дня? Абсолютно точно. Придает ощущение свежести? Я не совсем понимаю этот пункт, поэтому мы его опустим, и я на его счет ничего вам не скажу. Защищает от ультрафиолета, потому что содержит SPF 30, без жирного блеска. Ну, я бы не сказала, что без блеска. Я блещу с ним, как блин. Приходится припудривать. Разочаровалась. Больше не куплю. Спасибо. До свидания. Да, сразу хочу упомянуть, что биби-крем, который подходил бы для моего тона кожи от компании Maybelline, мне не понравился в свое время вообще. Так что его я к покупке больше тоже не рассматриваю. А теперь давайте перейдем к аналогу, который я полюбила всем своим сердцем, который я ни на что не собираюсь менять, сколько бы он ни стоил. Это CC-крем от компании Lumine. Потрясающая вещь. Это уже, скажем так, третье поколение CC-кремов от этой марки. Немного хуже стал этот CC-крем перекрывать какие-то мелкие и средние несовершенства, но он великолепно выравнивает тон кожи, он подстраивается к тону кожи. В линейке появилось больше оттенков, теперь их шесть, и можно подобрать даже мне на холодное время года самый светлый оттенок. Пока что я его не пробовала, но у меня он есть в запасах. Да, кстати, это оттенок Medium, и этот оттенок подходит мне только на лето. Буквально 1-2 месяца в году я могу им пользоваться, поэтому здесь, ну, где-то чуть меньше половины. Потрясающая вещь. Его можно наносить даже под глаза. Он абсолютно не сушит кожу, при этом скрывает всякие синячки, какие-то мелкие морщинки. Отличное средство. Это и база, и тон. Супер! Да, он блестит на лице, несмотря на то, что заявлен подходящим для всех типов кожи, подходит больше для сухой и нормальной. На жирный. Это немножко тяжеловато, что ли, как-то смотрится этот блеск. Быстро с ним лицо блестеть начинает еще сильнее. Если поначалу есть чуть-чуть такой эффект сияния, то потом просто жирный блеск появляется. Но я его припудриваю, и не вижу в этом, в ровном счетом, никаких проблем. К сожалению, сзади, вот, вы можете видеть, все стерлось. Я не могу здесь больше ничего прочитать, но он классный. Я думаю, все пробовали этот CC-крем. Он когда-то был в фаворитах у многих блогеров. У меня он фаворит до сих пор. В Ревгоше стоит почти 1000 рублей. Это очень дорого, но все равно. Я буду покупать и светлые оттенки, и этот темный на лето, даже несмотря на то, что пользуюсь им чуть-чуть совсем. Да, классная вещь. Кстати, здесь SPF 20, и он реально работает все лето. Я проходила с этим CC-кремом. Я загораю на солнце, я не сижу в тенечке, нет, ни в коем случае. Я даже в солярий хожу периодически, чтобы не обгорать в отпуске. И никаких пигментных пятен, и никаких проблем. Да, так что средство классное. Также у меня закончилась CC-пудра от Lumenne, 6 в 1, вот такая. Тоже очень хорошая пудра. Из недостатков она рыхлая. Очень рыхлая, но все равно я ее использовала почти до конца уже. Просто неудобно набирать продукт. У меня большая кисть для пудры, она его не набирает. Рыхлая пудра пылит. На лице, если переборщить, будет заметно, но она очень хорошо выравнивает тон кожи. Ее можно наносить даже без тона. Здесь есть небольшое описание. Посмотрите, как мелко написано. Сейчас будем разбирать, где моя лупа. Так, эта пудра маскирует покраснение. Да, ее, кстати, можно наносить не только кистью, но и спонжем, и тогда покрытие будет более плотным. Выравнивает тон кожи. Да, придает бархатистую матовость. Да, не матовое-матовое лицо, но такая кожа бархатная, как персик на самом деле. Увлажняет. Ничего не могу по этому пункту сказать, кроме того, что кожа не сохнет под этой пудрой. Значит, наверное, да, действительно увлажняет. Держится весь день. Да, так и есть. Совершенствует кожу. Вот про это не скажу ничего. В результате мы получаем матовую кожу и свежий вид лица в течение всего дня. Да, классная, классная. Тоже стоит недешево, но срок годности у этой пудры после открытия 3 года. Я думаю, неплохое вложение денег, учитывая, что 3 года – это довольно большой срок. У меня, кстати, это оттенок Medium Deep, второй, всего 2 оттенка в линейке, что не может не радовать. С цветом точно не ошибетесь. На лето. На конец весны, на начало осени отличная пудра, есть зеркало. Вот про пуховку не скажу, я не помню. Есть она там или нет. Такую пудру в таком оттенке я обязательно приобрету весной. Сейчас у меня есть такая пудра в светлом оттенке. Буду с удовольствием ею пользоваться. Далее. Почти закончились у меня компактные метеориты от Guerlain. Посмотрите, какая красивая пудреница. Такую не стыдно достать из сумочки. У меня оттенок был 0,2 Taint Beige. Я не знаю, почему я взяла именно этот оттенок. По логике мне нужно было брать 0,1. Но я вот решила, что второй мне подойдет. На самом деле эта пудра все-таки темновата. Она имеет оттенок. Она незаметна на лице. Но зимой, когда я очень-очень светлая, я ее на лице вижу. Границу нанесения этой пудры. Пудра не матирующая. Она придает легкое сияние, как и метеориты. Но здесь нет блесточек. В метеоритах блесточки все-таки встречаются. Покрытие очень нежное. Очень приятное. Приятный аромат. Но я скажу так. Это просто пудра. Если у вас есть все, и вам для полного счастья не хватает еще одной пудры, и вы не пробовали Guerlain, вот такие компактные метеориты, то попробуйте. Но если вы на бюджете, или если вы не знаете, какую пудру приобрести, лучше присмотреться, может быть, к Живанши, к рассыпчатым пудрам, или к чему-то, ну не знаю, может быть, более бюджетному. Смотрите сами. В любом случае, я вам эту пудру показала, и все ее плюсы вам рассказала. Ее тоже уже стало неудобно набирать, поэтому приходится прощаться. Но она мне нравилась. Особенно вот эта пудреница, это, конечно, просто потрясающе. Даже в качестве зеркальца носить такую красоту в сумочке, это поднимает настроение. Последнее средство из декоративной косметики, которое я вам покажу, это бронзер, опять же, от Guerlain. Guerlain Terracotta в оттенке 02 для блондинок. Бронзирующая пудра. Я не знаю, зачем я ее купила. Эта покупка очень древняя, и, видимо, под влиянием Ютуба. Когда я начала смотреть Ютуб, я поняла, что у меня нет бронзеров. Как так? У всех есть? У меня нет. У меня нет люксу. Ну что ж это такое? Это просто не дело. И я почему-то по какой-то неплохой скидке приобрела эту терракоту, и поняла, что, в общем-то, ну что, в общем-то, я ею почти не пользовалась, и зачем я потратила в свое время деньги, тоже непонятно. Выглядит все это, конечно, очень симпатично. Я когда-то уже говорила об этой пудре, что она очень плохо набирается. Ее набирать нужно жесткой кисточкой. Вроде бы, да, вот оттенок на пальце есть, начинаете переносить. В основном видны блестки, и такой, вроде бы, есть какой-то оттенок. Но что делать с этой пудрой, я за несколько лет так и не поняла. Я не приноровилась к бронзерам, я ими не пользуюсь. Как пудру, точнее, как, ну да, как пудру, это на все лицо наносить можно только летом. Но мне не понравилось. Вот эти блестки по всему лицу, и тон лица какой-то непонятный, нездоровый получается. Как румяна можно, но на загорелом лице они еле заметны. Плюс ко всему, ну вы видите, да, чтобы набрать эту пудру, нужно очень-очень сильно постараться. Мучилась я с ней, мучилась несколько лет, в итоге поняла, что нет, хватит, я больше не могу, не хочу и не буду. Пахнет эта пудра приятно, выглядит она тоже неплохо, но зачем она мне нужна, если уж я захочу какой-то бронзер, бронзер, то я найду что-нибудь, может быть, подешевле, да, все-таки бронзер люксовый, нужен только тем, у кого и так все есть. А кто на бюджете, тому, я думаю, не стоит смотреть в сторону Герлена, особенно в наше время, когда доллар стоит каких-то бешеных денег. Ну, вы смотрите сами, да, конечно, опять же, финансы у всех разные. Последнее, что хочу вам показать, это матирующие салфетки от Mary Kay. Здесь их 75 штук, хорошие матирующие салфетки, довольно большие, 10 сантиметров на 7,6 сантиметра, крупные. Если у вас в течение дня блестит только Т-зона, вам может хватить даже одной салфетки, чтобы этот блеск убрать. Если, как у меня, блестит все лицо через пару часов, через 2-3 часа после нанесения пудры, нужно 3 такие салфетки. Они очень удобные, удобная упаковка, их удобно доставать, ими удобно пользоваться. Их здесь много, 75 штук. Но, это Mary Kay, это сетевая косметика, соответственно, чтобы их приобрести, нужно найти консультанта. Таких консультантов рядом со мной точно нет. Плюс ко всему, вы знаете, что такое консультанты какой-либо косметической марки, они вместе с салфетками попытаются продать вам что-нибудь еще, а Mary Kay компания довольно небюджетная. Так что нет, я, пожалуй, без этих салфеток обойдусь. Хотя, если вдруг где-нибудь я найду, знаете, как иногда бывает в торговых центрах, стоит какой-нибудь такой столик, на нем разная косметика, разложена сетевая, Avon, Reflame или Mary Kay. Если я такой стенд найду и быстренько куплю только салфетки и побегу дальше, то да, они у меня будут. Но если мне попытаются впарить что-то еще, может быть, я уйду даже и без покупки. Я не знаю, сколько они стоят, но они реально стоят своих денег. Не помню. Рублей 100. 150. Ну, в любом случае, они того стоят. Так что классные, могу порекомендовать, если у вас есть доступ к компании Mary Kay. Вот. Вот такие пустые баночки. Вот столько декоративки. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо за то, что вы это видео посмотрели. Всем пока. Пока.